Всем огромный-огромный привет! Совсем недавно меня выписали из больницы, так что у меня теперь все хорошо. Но хочу вам сказать, что питаться теперь мне придется правильно. И это даже лучше. Конечно же, первым делом я пошла в магазин, потому что в холодильнике пусто. Лента открылась у нас, новая лента, очень хорошая. Сейчас расскажу вам, что купила, и заодно расскажу вам, что мне можно кушать, что нельзя кушать, и что было в моем приоритете в покупках в этом магазине. Первым делом, конечно же, я купила воду без газов. Воду без газов мне можно. Теперь мне можно минералку, но только негазированную. Я взяла вот такую банакву. Говорят, можно пить банакву, можно пить акваминерали, какие-то другие минеральные воды без газов. Вот такая банаква в ленте стоит по карте лента 34 рубля, а без карты лента 56 рублей. Это очень-очень выгодно брать. Дальше я взяла тоже без газов вот такую воду святой источник. Святой источник мне тоже нравится. Я его брала негазированный и раньше, даже до больницы. Святой источник стоит всего 27 рублей, а без карты лента 29. Также мне можно пить различные соки, но только без добавления сахара. Соки, в которых не содержится сахар. Но не по многу, по полстаканчика. Никаких газировок, соответственно, мне уже нельзя. Поэтому я очень удивилась, когда в ленте нашла для себя вот такой сок марки лента. Там очень много соков марки лента. И именно без добавления сахара и без консервантов. Я взяла себе вот такой сок. Стоил он 69 рублей по карте лента и 87 рублей без карты лента. Конечно, очень выгодно, очень недорого. Буду теперь пить соки. Еще за 84 рубля взяла вот такой сок яблоко-морковь. Он тоже не содержит сахара. В этом соке натуральные сахара. Вот, поэтому взяла себе такой. И взяла себе вот такой мультифрукт. Вот тут даже написано, содержит естественные сахара природные. В принципе, мне с сахара можно, соль можно, но прям совсем по минимуму. Желательно, конечно, отказаться от сахара и соли. И такой сок стоит у нас 103 рубля по карте лента и 109 рублей без карты лента. Взяла, потому что пить все равно хочется, пить что-то надо. Тем более сейчас у меня было много-много капельниц. И после такого множества капельниц, конечно, надо поднимать здоровье. Надо поднимать здоровье витаминами и какими-то полезными продуктами. Взяла я также зеленый лук. Зелень мне, по идее, нельзя, но живу я не одна. Моим домочадцам зелень можно. И, конечно же, мы не собираемся отменять никакие салаты. Лук зеленый у нас был по карте лента 269 рублей килограмм. Я взяла на 46 рублей, совсем немножко, только добавлять в салаты. Без карты лента 284 рубля килограмм. Вот такой зеленый лук. Взяли по 34 рубля печенье. Мне можно только галетное печенье или какое-нибудь несладкое. Такое печенье мне, соответственно, нельзя. Но я не одна. Поэтому взяли такое печенье. Оно было очень недорогое. 34 рубля по карте лента. Без карты лента 52 рубля. Это, конечно, дорого. За 52 рубля я, может быть, и не взяла бы. Вот это взяли икру селедки с луком. Мне, конечно, все маринованное тоже нельзя. Это полностью исключено. Но один кусочек я, может быть, и съем. Думаю, ничего страшного от этого не случится. Если съесть один маленький кусочек с картошкой, например. В принципе, какую-то мягкую пищу мне можно. Икра сельди в ленте стоит 884 рубля за килограмм без карты ленты. И 839 рублей 90 копеек. По карте лента на 159 рублей мы взяли почти 200 грамм такой икры. Но она на самом деле очень и очень вкусная. Мне можно любой виноград красного цвета. Поэтому я выбрала для себя вот такой виноград Red Glob. Совсем взяла себе чуть-чуть. Здесь полкило чисто, чтобы поднимать микрофлору своего организма. После капельниц, после больницы. Все же мне 6 дней капали очень серьезные такие капельницы. Вот этот виноград Red Glob. Зеленый виноград мне нельзя. Красный можно. 136 рублей без карты ленты. И 129 рублей 99 копеек по карте ленты. Я взяла себе чуть-чуть на 67 рублей для укрепления и поднятия своего здоровья. Из сладостей мне, конечно, можно мало что. Это в основном только чернослив, курага. Остального можно совсем по минимуму. Но можно пастилу. Взяла вот такую пастилу с ванилью. Она стоила 42 рубля по карте ленты. И 45 рублей без карты ленты. Такую пастилу я уже брала. Она очень вкусная. Поэтому вот одну такую штучку на завтрак с чаем, я думаю, можно будет съесть. Очень хорошая кулинария в нашей этой ленте, в новой открывшейся. И взяли вот такой вот шницель по-министерски. Ну, шницель я, конечно же, взяла не себе. Повторюсь, я не одна. 268 рублей шницель стоит килограмм. И 254 по карте ленты. Уже отсюда чувствую, какой очень вкусный аромат идет от этого шницеля. На 106 рублей это на ужин. И также взяла себе вот такие шарики куриные с тыквой. Курицу мне можно именно в виде котлет, именно в виде суфле какого-то. Поэтому я выбрала для себя такие куриные шарики. Я, конечно, котлеты буду делать только сама. Только из своей прокрученной курицы. Можно делать абсолютно разные котлеты. Очень вкусные. Но, чтобы быстренько сейчас покушать, потому что нету пока времени и силы здоровья готовить, стоять долго у плиты. Шарики такие с тыквой стоили 227 рублей килограмм без карты лента. И 216 рублей по карте лента на 57 рублей. Что хочу еще сказать. Вот тыкву, кабачки мне можно есть в пропаренном вареном виде, сколько угодно. И просто ими объедаться. Поэтому вот выбрала для себя такие куриные шарики. Салаты тоже в ленте представлены в огроменном просто ассортименте. Там можно выбрать что-то и для какого-то вегетарианского питания, и для правильного питания. Соответственно, и без майонеза. Мы взяли вот такой салат оливье. Мне майонез нельзя. Но это я взяла и не себе. 189 рублей за килограмм оливье. Это очень-очень дешево. 179 рублей по карте лента на 118 рублей. Это на ужин. Сметану мне можно. Сметану можно только теперь очень малопроцентную. Конечно, лучше 10% сметану покупать. Вот такая сметана была очень недорогая. Стоила 32 рубля по карте ленты и 34 рубля без карты ленты. Это сметана, соответственно, с топленными сливками. 33 рубля по карте ленты и 35 без карты ленты. Но взяла попробовать, потому что все же тут содержание 15%. Я думаю, ничего страшного, если чуть-чуть прям с запеканкой на завтрак немножко пойдет. И вот такую 10% сметану мне кушать можно. Взяли огурцы. Вот такой один огурец. Он был по скидке 29 рублей по карте ленты. И 36 рублей без карты ленты. Взяли на салат. Огурцы мне есть можно. Помидоры по возможности, конечно, лучше есть в малом количестве. Хлеб мне нельзя. Но я взяла вот такой один батон французского хлеба. Тут 300 грамм. Я взяла на куриные котлеты. Буду делать свои домашние куриные котлеты. Мне нужно пол батона от этого хлеба. Он недорогой. Всего 21 рубль по карте ленты. 22 рубля без карты ленты. Поэтому я его взяла чисто с таких целей, чтобы делать котлеты, которые мне можно есть куриные. Ну, а хлеб мне можно, соответственно, кушать только в виде гренок или какого-то вчерашнего или позавчерашнего батона. Но, конечно, не такой мягкий. Цветную капусту мне можно тоже есть в неограниченном, как говорится, количестве. Цветную капусту можно. В Ленте была очень хорошая цветная капуста вот такая. И всего 99 рублей килограмм. Все брали. Я тоже взяла. Буду есть цветную капусту. Именно не замороженную. Именно вот такую свежую. Посмотрю. Если найду, где-то еще видела капусту цветную по 60 рублей, то обязательно куплю, даже разберу на соцветие и заморожу цветную капусту свою. Всегда можно достать, чуть-чуть отварить. И с той же картошкой пюре мне это кушать можно. Сосиски мне можно тоже кушать. Но, конечно, в маленьких количествах. И сосиски только либо домашние, либо детские, либо молочные. Это все ограничения по сосискам, которые у меня есть. Поэтому я взяла вот такие детские сосиски. Все же, чтобы не ограничивать себя в каком-то таком мясе. Больше сосиски брать такие какие-то, вот знаете, копченые, подкопченые, конечно же, не буду. Сосиски были по акции. Всего 89 рублей за такую пачку. Великолугский мясокомбинат мне нравится. Я знаю, у Великолугского мясокомбината еще есть сосиски с кролика, представляете? Но я их видела в городе Санкт-Петербург. Если когда-нибудь я туда поеду, то обязательно привезу себе сосиски с кроликом. А может, они когда-нибудь появятся и у нас. Но без скидок, хочу вам сказать, вот такая пачечка сосисок стоит 168 рублей. Это, конечно, очень-очень дорого. Поэтому по скидкам я взяла детские такие сосиски. Буду кушать. Далее, из сыров мне можно есть белые сыры. К белым сырам, конечно, относится адыгейский сыр, который мне можно кушать. И можно кушать еще сыры с малой процентной жирностью. Я взяла себе адыгейский сыр, чтобы все же себе ни в чем не отказывать. Чтобы было полноценное, разнообразное питание сейчас при восстановлении после больницы. Здесь 300 грамм адыгейского сыра, 169 рублей по карте лента. И 178, соответственно, без карты лента. Еще я взяла вот такую вот штучку для сочных тефтелек в пакете. Буду делать обязательно себе тефтельки. Разведу прям нежирным-нежирным молоком вот эту смесь. Я думаю, мне можно, прямо если ее побольше развести. Именно даже я хочу это сделать не в сметане, как тут советуют. А именно... Да, именно сделать ее... В молоке. Развести, залить тефтелечки и приготовить себе в духовке в таком пакете. Мне теперь такое можно. Именно не жареное, все не жареное на масле. Она была по акции 34 рубля всего. 51 рубль, соответственно, без карты лента. И это очень дорого. Еще купили картошки. Картошка была, не поверите, вообще дешевая по 10 рублей. 10 рублей по карте лента. Картошка очень хорошая. На 37 рублей взяли почти 3,5 килограмма. Картошку мне есть можно в виде картофельного пюре. Поэтому цельную картошку мне нельзя, к сожалению. В мундирах нельзя. Вот только если... Да, в принципе, вообще, наверное, нельзя. Потому что винегрет мне можно без картошки. А картошку-пюре мне кушать можно. Поэтому я теперь буду делать картошку-пюре очень часто и наворачивать ее за обе щуки. И последнее, что я взяла для поднятия своего здоровья, хорошего настроения. Это, конечно же, себе вот такую дыньку. Будем ее кушать. 38 рублей килограмм. Все же хочется каких-то витаминов. Тем более, проведя 8 дней в больнице, там на больничном питании. Конечно, хочется каких-то фруктов. Но прям совсем-совсем чуть-чуть. Поэтому не могу себе отказать. Взяла дыню. Дыню мне, кстати, можно. Вот такие покупки, продукты мы в этот раз совершили. Я считаю, что ничего вредного тут нет. Поэтому хочу пожелать вам, не болейте. Следите за своим здоровьем. Следите за своим питанием. Я буду стараться делать это по максимуму. Надо вести здоровый образ жизни, чтобы не случалось никаких ситуаций. Всем огромное спасибо. Обязательно подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на второй канал. И на группу. Я всем-всем очень рада. И всем огромное спасибо, кто меня поддерживал. Хочу сказать, в ситуации, когда я попала в больницу. Всем огромное-огромное-огромное спасибо. И до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.